всем привет сегодня у нас 1 января двадцать первый год и мы вышли прогуляться уже после ночного застолья мы новый год отмечали у друзей потом вернулись домой выспались и сейчас пол четвертого вечера и мы вышли раструсить чуть-чуть все съеденное покажем вам как выглядит 1 января во вроцлаве это вот такая погода она практически каждое утро то есть сейчас пол четвертого вечера на утром встаешь и почти всегда вот именно такая погода туман облачность конечно в испании там все время солнышко и в этом отношении что касается погоды в испании огромный огромный плюс а вроцлав выглядит каждое утро вот приблизительно вот так если один день солнечный в неделе то это уже хорошо мы новый год повторюсь провели с друзьями ездили к полякам и не стали снимать потому что просто хотелось расслабиться и провести хорошо старый год встретить новый год в хорошей приятной компании и не напрягать людей съемкой но обязательно вам ставим фрагменты фейерверков ночных потому что мы выходили на балкон и смотрели как другие стреляют принципе в польше был запрет нельзя было запускать фейерверки но принципе молодежь особо на это не отреагировала и увидите что было вот сейчас как раз я вам обязательно нужно ставить фрагменты Субтитры делал DimaTorzok Новый год мы встретили очень хорошо, мы ни разу еще не ночевали у поляков, нас приглашали к себе домой, но с ночевкой такого еще ни разу не было. Очень гостеприимные у нас друзья, у них 4-х комнатная квартира, но при этом они нам выделили свою спальню и мы себя чувствовали очень-очень комфортно. Ну и вот сейчас мы с вами вышли прогуляться по парку, который находится рядом с нами. Мы сейчас пройдемся к озеру, отснимем вам немножечко нашего красивейшего озера, которое находится в 10 минутах ходьбы от нашего дома, прямо во Вроцлаве. При всем при том, что погода вот такая мрачная, все равно какое-то приятное такое ощущение. Не знаю, у нас Новый год прошел очень хорошо, спокойно, в теплой атмосфере. Прям везуха, обычно стоишь на светофорах, а это прям один за другим, зеленый включается, не нужно ждать. Так, в общем-то в Польше все соблюдают правила дорожного движения, и даже если пусто на дорогах, то люди стоят и ждут. Вот видите, в той стороне, как достаточно любно, столько ворон летает, вообще каркают, слышите? Да, похоже на то, что будет похолодание. Во Вроцлаве до сих пор вроде бы первое января, но трава зеленая. И это практически каждую зиму, я не знаю, напишите, как в ваших странах. У нас сейчас, наверное, ох, смотрите, сколько ворон. У нас сегодня, наверное, где-то плюс 5, вот так, плюс 3, плюс 5. Ну, в общем, тепло, рука, конечно, мерзнет, вот сейчас держать камеру, но достаточно тепло. Очень красиво украшают дома люди. И, в принципе, поляки, они похожи на украинцев, такие же гостеприимные. Ну, конечно, все зависит от человека, но в большинстве своем очень гостеприимные. Видите, идет в маске мужчина. Старшего возраста люди боятся, вот реально видно, что они боятся. И даже там, где можно ходить без маски, все равно пялят на себя эту маску, непонятно зачем. Ну, понятно, людей запугали. В общем, вроде бы, как и плюсовая температура, но рука мерзнет, когда держишь камеру. Ага, вот видите, нет, наверное, здесь даже есть какой-то морозец на лужах, видите? Есть лед. Может быть, минус 1. Да, здесь получается, видите, низина, мост наверху, и тут в низине чуть-чуть приморожены лужи. Вот это спортивный комплекс, здесь бассейн хороший. Конечно же, сейчас это все закрыто. В связи с ограничениями бассейны, сауны не работают. А с этой стороны вот такие приусадебные участки, дачки. И вот в ту сторону, если посмотрите, мост продолжает. Вот, видите, продолжается мост, и он очень-очень-очень длинный. Не знаю, насколько будет видно на камере, когда приблизишь. Ну, надеюсь, видно. Сегодня туман, хотя в Ротславе туманная погода, это скорее правило, чем исключение. Сейчас, во-первых, такой сезон, а во-вторых, как-то, я не знаю, мне кажется, это зима и осень очень пасмурные в Польше. Ну, во всяком случае, в Ротславе, не буду говорить за всю Польшу, но в Ротславе очень пасмурно. И вот такие, видите, деревянные домики, ничего такого грандиозного не строится, просто ухоженные небольшие участочки. Там какие-то ящики, видно, люди что-то выращивают весной, туалетики и деревянные домики. То есть можно прийти, пожарить шашлычок. Получается, с одной стороны у тебя парк, с другой стороны дача и река. И потом по этой аллейке, если идти прямо, ты попадаешь прямо к озеру с лебедями. Такая красотища. Вот, видите, сразу уже можно увидеть за деревьями одра. То есть, получается, вот эти дачные участки, они находятся на берегу реки. Гуляют очень много людей с собаками. Вот там, видите, с парковой зоной идет много народу. Просто вообще отличается огромным количеством парков, парковых зон. То есть нет такого, что прямо все застроено, и людям негде погулять. Ну, в принципе, очень часто встречаются люди в масках, даже в парке. Вроде бы парковая зона, но она переходит плавно, такой застроенный микрорайон. Мы пришли на озеро, а тут такой нежданчик. Озеро замерзло. Сейчас на улице плюсовая температура, но видно из-за того, что ночью был минус. Озеро подмерзло, и вода держит этот холод. Ну, естественно, никаких улдак и лебедей не наблюдается. И вот такое у нас рядышком озеро. Пойдем сейчас прогуляемся, покажем вам, какая тут территория вокруг озера. Уже здоровая, слышите, собаки. Здесь все стараются, вернее, даже не стараются, а все время держат собак на поводке, даже маленьких. Поэтому проблем, как в Украине, например, с собаками нет. То есть ты идешь и гуляешь спокойно, ты понимаешь, что никакая собака на тебя не прыгнет там. Ну, короче, здесь к животным относятся очень ответственно. Ну, и люди друг к другу тоже уважительно. Травка зеленая, зеленая. У нас с вами сегодня 1 января 2021 года. На озере воду приморозило ночью, а травка зеленая, потому что всю зиму и осень очень тепло. И это уже не первый год во Вроцлаве так. Раньше, поляки рассказывают, были такие же морозы, как в Украине, а сейчас очень тепло, очень. И на этом озере всегда очень много лебедей и уток. Ну, а теперь, видите, они, видно, почувствовали, что приборозит воду, и они разлетелись. Куда-то, куда-то они ушли. Нету никого. Как только потеплеет, опять они все вернутся сюда. Обычно лебеди, они тут вьют свои гнезда, высиживают птенцов. Ну что, наши дорогие, будем прощаться на сегодня. Всем вам желаем в новом году всего самого-самого наилучшего. Все задуманное пусть обязательно у вас сбудется. Я думаю, что все зависит только лишь от нас и от того, как мы сами себя будем настраивать. От нашего позитивного настроя зависит очень-очень многое. Поэтому всем желаю сил, позитивного настроя, здоровья, счастья, любви, благополучия. В общем, всего-всего самого лучшего. Ну и естественное исполнение желаний. А на сегодня все. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok